Я уже записывал, как апнуть легендарную лигу с ТХ7, 8, 10, 11, 12, 13. Да, появилась еще и 14-я ратуша, но вы не заметили, что я пропустил девятку? И да, на канале у меня нету пуша кубков на девятке. Поэтому я вам и показываю сегодня это. Всем здарова, друзья, с вами Тим, и перед вами ТХ9 в легендарной лиге. Очень часто поступают вопросы по типу, как запушить на ТХ9 со слабыми героями чемпионскую лигу. Ну, как бы 20-е герои, чемпион, ой, легендарная лига, какая чемпион, оговорился. В общем-то, как вы понимаете, при пуше кубков на таких вот ратушах не влияет прокачка героев. Нет, ну конечно, если у него с 5-й левел, то, естественно, влиять будут. А так, самое главное, это выдержка. И поэтому сегодня мы посмотрим с вами интересные реплейчики при пуше кубков на девятке. Я не я, если бы я не записал бы видео до обновы, точнее, реплей. Тем более, он мне посоветовал. Ну и, в принципе, я не зря записал реплейчики, так как сейчас я вам просто-напросто ничего показать не могу. Могу лишь только показать ход атак и не более. Ход обороны. Ну, максимум, что вы увидите, это только то, чем атаковали его и то, чем атаковал он. Ну и, в принципе, сейчас я вам это покажу, а уже потом буду вам показывать запись реплейчиков. Я отобрал самые интересные, ну или просто те, которые стоит вам показать, потому что, ну, скажем так, миксы-то везде одинаковые будут, потому что при пуше кубков в основном ты привыкаешь к одному миксу и только его и юзаешь. Поэтому микс, как правило, везде один, ну, точнее, он его не менял, скорее всего, вообще никогда и пушил только этим миксом, потому что смысла менять микс никакого нету. Вот такой вот микс, так он выглядит. В принципе, GoVP, или как он называется, GoVP. Ну, короче, големы, вальки и пека. В общем, можно сказать, обычный топ-микс, просто с добавлением валичек и одного джампа. Хотя, кстати говоря, на ТХ-9 тоже юзают джамп при GoVP. Поэтому тут ничего такого нового нету. А если вообще убрать даже пеку, то это будет просто GoVV. Wizard и Валькири, GoVV, точнее, да, вот так будет правильнее. Где-то есть возможность, заметьте, у него взять звезду, при этом не юзать много войск. Это, скорее всего, просто забрать ратушу. Поэтому вот такие вот реплейчики у него имеются. Естественно, показывать все реплеи нет смысла. Я буду показывать только те, которые интересные, годные или же просто с какой-то изюминкой. И как раз-таки мы начинаем с такого реплея. Он с изюминкой, сейчас поймете почему. Как вы видите, это достаточно хорошая десяточка. Она вроде бы как не фул. Есть тут еще непрокаченные строения. Но все равно это достаточно. Плюс, посмотрите на расстановку. Вот я бы, допустим, потерялся бы и испугался бы ее бить. Потому что есть шанс того, что ты не возьмешь процентами звезду. И ТХ ты хоть как тут не заберешь. Но тут вы офигеете, я вам отвечаю. Заметьте, тут есть клановая крепость. И убивается она благодаря королевке плюс магам. Ему, можно сказать, с этим повезло. Ну, либо он прошаренный и специально так сделал. Хотя, блин, я не знаю, если бы войска пошли бы фигачить там и королеву, еще что-нибудь. То я думаю, что атака была бы сливная. Но тут, блин, я не знаю. Я без понятия, это скиллуха или же просто повезло. Сейчас поймете почему. Вы обратили внимание уже на процент, на количество юнитов. И да, это жестко. Я бы тут уже обписался, конечно, честно говоря. И сливнул бы очень много трофеев. Но посмотрите на то, что он сейчас делает. Почищает углы. И казалось бы, все, да? Но нет, фалички идут практически в центр. И, увы, ах, нет, не повезло. Но вот кинг... Блин, вот я иногда думаю, что реально мозг есть только у кинга. У юнитов нету мозга. У королевы нету мозга. Но обратите внимание еще и на нижнюю часть. И нижней части скидывается с кк дракон плюс рейдж. И благодаря этому изи две звезды. Ну как изи? Я думаю, что он процент хоть как бы выбил бы, потому что скиллуха влияет. Но, блин, как он выбил ТХ, это было люто. Не будем отходить далеко от темы, что касаемо скилла. Перед вами сейчас перешедшая девятка. Ну тут такая вот десяточка непонятная. Вроде как нового дефа нету. Но здесь есть огромный плюс в том, что арбалеты стоят на прокачке. Я считаю, если бы они были бы активны, то, скорее всего, это был бы слив. Но атака мне реально понравилась. Поэтому я решил и поделиться на Х2 с вами. И сейчас поймете, почему она мне понравилась. Вроде бы как обычный микс такой же. Нацелен он на две звезды. Ну такой прям отличный результат с процентами хорошими. Две звездочки. Но сейчас поймете, что пойдет не так. И вообще тут атака поменяется в другую сторону. Но да, две звезды-то уже имеется. И по количеству юнитов я бы не сказал, что тут будет трешка. Хотя, видно, что Кинг живой. Видно, Королевка идет за Големом. Пека живая. Ну да, скорее всего, тут были бы, я не знаю, изичные три звезды. Но я не думал, что как бы столько дефа может расправиться с Валечками. Там тот же самый Голем сейчас погибнет. Обратите внимание. Да и Кинг уже прожатый. Да, есть прожатие Королевы. И возможно, он даже и без кланового Дракона бы выиграл бы. Но это время. И в принципе, я не знаю, я даже рад такому результату. То, что благодаря Дракону он сжибает моментально весь дефенс оставшийся. И реально, вот в каждой атаке этот Дракон играет нереальную роль. Реально-нереально, как я сказал. И считай, до конца оставшийся деф доваливает уже он. А не Королева под прожатием. Валечки, Варвары и так далее. Попадалась ему, кстати, и ТХ-7. Но за нее дают не так много кубков. Хоть и 3 звезды. Ну и понятное дело, почему. Но все равно в такой лиге встретить это приятно. Решил показать сразу же 2 атаки, когда что-то пошло не так. Или же просто повезло. Обратите внимание, сколько валечек пошло в центр. Но гребаная Торнадо делает свое дело. И в итоге все валечки за это время погибают. И ратуша, как вы видите, не забрана. Очень мало ХП остается. И поэтому план действий будет следующим. Скинуть, конечно же, Королеву. Да, есть еще Клановая Крепость. А вот представьте, он где-нибудь Клановую Крепость скинул. С учетом того, что он вот думает. Бац, да, я сейчас ТХ снесу. А там уже и процент подновью. Заодно как раз таки 2 звездочки будет. И смотрите на Королеву. Она тоже скоро бы погибла. Но как бы получается так, что он все-таки там выиграл. Ну и еще один повтор. Обратите внимание на то, что тут вылетает с КК. То есть предзаход, там почистка какая-то. У него уже все это было. Я вам показываю это моментами. И тут просто, я не знаю, последняя валечка добивает ТХ. И в итоге вот такой вот результат у него. Решил еще одну атаку показать. Из разряда, как так получилось, я не знаю, что он вообще сделал. И я реально был удивлен этой атаке. Хоть и... Ну, можно подумать, что так сделать реально. Но я бы не подумал никогда. Короче, опять-таки база нацеленная. Что все войска пойдут по кругу. И ты в итоге ТХ никогда не снесешь. И возьмешь максимум одну звезду с хорошим процентом. Но нет. Как бы мы не сдаемся. Мы зачищаем драконом. Обратили, да, внимание, какую часть? Это жесть. Я не думал, что один дракон может справиться с таким количеством строений, дефа. Там не важно, короче. Столько всего завалил, это жестко. Ну и тут все равно, как бы, я подумал, что это будет слив. Но нет. Скидывается еще и кинг. Еще подчищается. Короче, самое важное в таких атаках это подчистка. Адская агрится на кинге. И в итоге теряем мы еще и кинга. Ну и, конечно же, джамп. Там теслы остались. Поэтому вальки идут на теслы. Соответственно, потом выпрыгнут еще и в центр. И вот так вот благополучно забирается ТХ. Ну и процент у нас уже имеется. Я не знаю, интересно ли вам посмотреть то, как он берет девяточек. Но я нашел только один повтор. И то, это не девятка, а фул. Это ТХ 9,5 примерно. Может быть, чуть даже больше. Потому что остается прокачать только башни магов. И пушки там, башни лучниц. Ну, короче, в разбор вот так вот. Не так уж и много. Возможно, еще и теслы были. Я не сильно смотрел этот повтор. Поэтому точно сказать не могу. Но атака сама по себе прикольная. Тем более, такие базы вы наверняка в глобале часто встречаете. И вот вам как раз таки смысл атак. Кто, как бы, играет в глобале, может сносить таким же миксом. Смысл атаки вам, я думаю, будет более чем понятен. Хотя, мне кажется, ему тут тоже немножечко повезло. Блин, что-то я везде говорю, что ему повезло. Неужто все-таки скилл не решает только везение? Ну не, мне кажется, в моих атаках, да. Это так и получается. А вот в атаках других все-таки и скилл, и везение это два основных важных качества. Заметьте, какой тут очень сильный центр. Арбалеты, адские теслы. Адские теслы. Звучит глупо, грубо. И да, я понимаю. Но зато это адские теслы. Потому что они 4 штучки в одном месте. И это реально жестко. Но эта жесткость легко ломается големами. Големы тут выполняли свою функцию. И это очень круто. Поэтому он выбивает 3 звезды с этого челика. В общем-то, друзья, вот такой вот ролик получился. Надеюсь, вам реплейчики понравились. И я внушил людям, кто по чемпионскую лигу, что это достаточно легко. А вот касаемо легендарной лиги, это тоже реально. Но немножечко придется попотеть. Поэтому, если вы еще не подписаны на мой канал, подписывайтесь, нажимайте на колокольчик. Также не забывайте про лайк. И ждите нового ролика. Всем удачки. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok